Всем привет, с вами Торичан! Настало время кринжовых историй и самое приятное, что это не мои кринжовые истории, наконец-то! А моих родителей, которые недавно приехали в Японию и все еще не владеют японским языком, поэтому у них постоянно какие-то казусы тут происходят, о которых сегодня я вам расскажу. У меня есть отдельное видео о моих неловких ситуациях в Японии, посмотрите, кому интересно. Там я рассказываю о своем грустном опыте и неловких ситуациях, которые постепенно, конечно же, исчезают, когда ты начинаешь разговаривать на японском языке и привыкаешь уже к японской культуре, а у моих родителей еще все впереди, поэтому, возможно, это не последнее видео с их историей. Элементарно, даже поход в кафе у них каждый раз как приключение, хоть моя мама и рассказывала, что и без японского языка мы спокойно ходим в кафе, да, но не всегда они получают то, что хотели. Недавно они ищут кафе, заходят, думали, что японская кухня, оказалась китайская, ну ладно, будет китайская кухня сегодня на ужин. В меню все написано на иероглифах, пытаются перевести через переводчик, переводят какой-то непонятный бред спаривания оленей, тофу в яйце, в общем, решили просто заказать, тыкая пальцем в меню, может быть, что-то и угадаем вкусное. Приносят им еду, которую они совершенно не знают, что они заказали. И среди всех этих китайских блюд яйца черные. Кто знает, что это? Это называется питан, на японском языке, на китайском не знаю. И это китайское блюдо, протухшие черные яйца. Они на любителя, скажем так. Я люблю протухшие японские бобы, но эти яйца я, пожалуй, бы не ела. Они в сторону их отодвигают, думают, ладно, в другой раз будем осторожнее, когда в кафе будем заказать что-то. Через несколько дней идут в другое кафе, заходят снова китайская кухня, да что ж такое, ну ладно, будет сегодня китайская кухня на ужин. Заказывают уже вроде как, переводчики все нормально переводят, заказывают, и им снова приносят эти тухлые яйца. Что же такое? В Японии постоянно попадают в китайскую кухню, и постоянно заказывают эти тухлые яйца, которые они терпеть не могут. Ладно, хотя бы чай закажем, подумали мои родители. Смотрят меню, меню все на японском языке, конечно же, пытаются перевести его. Непонятно, чая вроде как нет. Официанту говорят, дайте нам, пожалуйста, чай. Мой папа знает на японском языке уже несколько фраз, и он говорит типа оча, ча, это чай на японском языке. Очень похоже, легко запомнить оча. Они понимают, что он имеет в виду, чай, и приносят ему вот такой вот стакан стеклянный огромный с кучей льда и чая холодным. А сейчас уже у нас как бы плюс 10, не жара в Японии. На что мои родители смотрят на этот холодный чай и такие, мы хотели теплый чай, так, что делать? Как это им объяснить? Никто не говорит на английском языке. Рядом им повезло, сидел японец, который понял, что что-то не так происходит, и хоть он и клиент тоже, он пытался им помочь. Hot tea, cold tea, no cold tea, hot tea, окей. Вроде как он понял, объяснил им, они приносят тот же чай, но только без льда. Тот же холодный чай. Мои родители не сдаются и пытаются снова через соседа по столу донести до официантов, что они хотели горячий чай. Hot tea, hot tea, hot tea, чай. Наконец-то до них вроде как дошло, что ааа, hot tea, hot tea. Побежали на кухню. Кухню все прекрасно видно из-за столиков. Они берут этот чай, переливают его просто в другую чашку и греют микроволновки. Мои родители были просто в шоке и уже и не рады, что они попросили теплый чай вместо холодного. Я даже не удивилась, потому что мы в Японии и я знаю за много лет жизни в Японии, что то, чего нет в меню, лучше не просить у японцев, потому что они могут работать только по инструкции и так как оно определено, решено выходить хоть на шаг за рамки, они не умеют совершенно. И если у них нет теплого чая в меню, значит, скорее всего, у них нету теплого чая совсем и они скорее всего в магазине пошли купили холодный чай в бутылке, который продается, его налили. У меня даже было такое, что я не ем мясо и я хочу заказать салат, но там написано, что в составе бекон. И я спрашиваю официантку, можно ли бекон в салат не добавлять, пожалуйста? На что она мне говорит, что нет, у нас в составе салата обязательно бекон, мы не можем его туда не добавлять. У нас такое, как не добавлять? У нас в составе бекон, в цене уже бекон. Нет, мы не отказали. Родителям повезло, что им не отказали, потому что у них нет чая, но зато они очень старались его подогреть. Вторая довольно неловкая ситуация произошла, когда мои родители пытались записаться здесь в бассейн пойти. Нет, записаться у них получилось, потому что мы вместе пошли, оформили все, они получили карточки как член спортивного клуба, по которой ты можешь пойти в спортивный клуб, в бассейн. Затем проблем не было. Проблемы были потом, когда они пошли в бассейн сами, без меня. Я только потом об этом узнала, оказывается. Приходят они в бассейн, переодеваются, заходят, подбегают японцы, сбегаются просто все японцы вокруг них и начинают что-то им на японском языке рассказывать так активно, показывать, типа, нет, 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 нет. Японцы, которые плавают в бассейне, перестают плавать просто и так пяняются на моих родителей, на мою маму. Так, что происходит? Начинают ей махать дедульки, которые плавали до этого в бассейне, начинают ей махать, такие, типа, ооо, и мама такая, она не смотрит, такая, да, привет, моя мама пришла в бассейн в обычном бикини-купальнике красного цвета. Для тех, кто не понимает всего, всего кринжа этой ситуации, в Японии в бассейне не плавают в бикини совершенно, если это спортивный бассейн, спортивный, обычный бассейн, который находится в спортивном клубе, там плавают в цельном купальнике, который похож как на спортивный костюм, где не видно совершенно, конечно же, вашей кожи, живота, плечей, нет, а моя мама пришла в бассейн в красном купальнике, они до этого в Турции находились, и там же они плавали в море в этом купальнике, и они его привезли с собой в Японию, и в Японии в нем пошли в бассейн, японцы были просто в шоке, ооо, ааа, я себе как представлю, это, думаю, просто звездец, на что, конечно же, сбежал весь персонал этого бассейна, и пытался им объяснить, что в этом купальнике плавать нельзя, причем, что в плавках мужских проблем нет совершенно, что это обычные плавки, в которых ты купаешься в море, проблема именно в женском купальнике бикини, он слишком открытый, в этом плавать нельзя, типа, уходите, но мои родители уже пришли, уже настроены, что они хотят плавать, и они пытаются объяснить, что окей, можно мы поплаваем сегодня в этом купальнике, а в другой раз мы уже купим нужный купальник спортивный, они пытаются это ввести, гугл-переводчик показывают, те читают и не понимают, что они хотят, сегодня, только сегодня купальник, что нет, потом они поняли, что мои родители хотят, обговорились что-то, и прибежали к ним с футболкой, которую можно брать в аренду в этом спортивном зале, у них оказывается не было купальников, которые можно было в аренду взять или купить, но были эти вот футболки, обычно спортивные футболки, в которых заниматься можно, там йога и так далее, и заставили моей мамы эту футболку надеть сверху на купальник, и в ней плавать, причем, что ты в ней пытаешься плавать, эта футболка задирается тебе на голову, и нет вообще никакого смысла, но нет, просто так в бикини-купальнике, в бассейн нельзя, вот в футболку одела, и так уже нормально, в общем, мои родители поплавали один день, их очень все это смутило, ну ладно, пошли купить купальник, который нужен спортивный, долго выбирали, нашли какой-то нормальный купальник, приходят, а там уже в бассейне, у бассейна, стоит целый стеллаж, с этими купальниками, которые можно взять в аренду, или купить, до этого, этого там не было, так что мои родители меняют Японию, теперь японцы, видите, они упустили такой шанс, продать им купальник тогда, но хорошо, что они додумались, потом поставить стеллаж с купальниками, японцы, наверное, подумали, что мои родители не поняли, что нельзя в бикини-купальнике плавать, и придут еще раз так же, и тогда можно будет им продать эти купальники, но нет, если честно, поход в бассейн в Японии, это очень муторно, там очень много разных правил, не только нужно быть в цельном спортивном купальнике, но и обязательно шапочка, даже если у вас очень короткие волосы, даже моего папа заставили в шапочке плавать, очки нужно обязательно для бассейна, нельзя плавать везде, где ты хочешь, там есть отдельно дорожки, где плавать нужно без остановки туда-обратно, то есть нельзя останавливаться посередине бассейна, другие дорожки, они для не плавания, а именно для ходьбы в воде, другие дорожки, они для каких-то занятий с тренером, поэтому просто прийти в бассейн поплавать невозможно, нужно понимать все эти правила, а они их еще и не объясняют, понятно, тем более не на японском языке, поэтому, особенно иностранцы, которые не знают японский, это очень тяжело дается, и даже я не хожу в бассейн в Японии, потому что я просто не хочу с этим всем возиться. Третья неловкая история произошла недавно, когда мы все вместе собрались, я, мой муж Изуми, мои родители, моя младшая сестра, мы все вместе поужинали, а вечером нам захотелось сладенького на десерт, на что моя младшая сестра, которой 14 лет, Соня, говорит, я пойду куплю нам на десерт тортики, мы такие, а ты уверена, что можешь сама купить тортики в магазине без японского языка? Она такая, да, я там уже покупала, я знаю, как это делается, дайте мне деньги, и все будет. Мы такие, ну хорошо, на деньги, будь аккуратный, она такая, да, я поеду на велике за тортиками, мы такие, ну хорошо, через полчаса приезжает Соня с тортиками, и такая, я не могла так долго эти торты у них купить, потому что я не понимала, что они от меня хотят, подхожу к витрине с тортами, показываю им, вот этот торт, this, this, два торта, они такие, на меня смотрят, такие, два торта, окей, два торта, может быть, ты много ешь, или там вечеринка большая, хорошо, запаковывают ей два торта, и спрашивают у нее, что спрашивают, она не понимает, что спрашивают, но при этом отвечает, hi, они дают ей карточку, листик, бумажный листик, ничего не написано, она его берет, и не понимает, что от нее хотят, зачем ей дают листик, женщина, которая продает ей торты, такая, басы, басы де, басы де, на что Соня, слышит, басы де, на японском языке, автобус, это, бас, басы, де, это чем, то есть, басы де, типа, на автобусе, и думает, а, меня спрашивают, на чем я сюда приехала, за тортиками, она берет этот листик, и пишет на нем, байсикл, на что продавщица смотрит на листик, где написано на английском языке, байсикл, не понимает, что происходит, они у нее спрашивали, не басы де, на автобусе, а, басы де, это так, как японцы произносят, с днем рождения, то есть, ее спрашивали, это торты, для дня рождения, или нет, и она им говорит, да, хай, потому что она не поняла, что ее спрашивают, ей дают бумажку, чтобы она написала на ней пожелание, которое бы они написали на торте, а она на ней написала, байсикл, велосипед, хорошо, что они не написали нам на торте, байскл, поэтому, если вас спрашивают, что-то на японском языке, и вы не понимаете, что вас спрашивают, не отвечаете на все, хай, да, потому что мало ли, что вас там спрашивают, и на что вы соглашаетесь, вот такие неловкие ситуации были у моих родителей в Японии, с одной стороны, вроде как здорово, что ты уже понимаешь японский язык, и японскую культуру, и у тебя все меньше таких неловких ситуаций, но с другой стороны, здорово, когда много приключений, каждый день, даже, когда пошел просто в кафе, надеюсь, что вам было интересно это видео, увидимся еще, всем пока!